Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата. И сосредоточимся на его центральном матче. «Зенит» будет играть с Краснодаром, действующий чемпион против текущего лидера РПЛ, команды, которые занимают первое и второе место в турнирной таблице перед стартом очередного тура. В общем, что может быть интереснее? Это, возможно, один из определяющих матчей для всего вот этого сезона РПЛ. Потому что если сейчас «Зенит» побеждает, они возвращаются на первое место, и таким образом вернут и психологическую уверенность в своих силах, и Краснодар как-то собьют с нужного ритма. Но если «Быки» сейчас добьются успеха, тем более на выезде, то вот тут, опять же, Краснодар получит сумасшедший психологический плюс и бонус, отодвинется от «Зенита» на определенное расстояние, и дальше может уже закончить вот эту первую часть сезона на первой строчке, то есть стать зимним чемпионом, что тоже является важнейшим достижением. В общем, значение этой встречи сложно переоценить, и давайте попытаемся представить, как она пройдет, у кого какие плюсы и минусы, и чего нам ждать от этой встречи. Многие спрашивают меня, а где я узнаю последние новости российского и европейского футбола, и я вам отвечу в телеграм-канале «Футбольное обозрение». Здесь вы можете почитать последние интервью лучших футболистов России и мира, ознакомиться с инсайдами, кого купит «Спартак», кого купит «Зенит» или «ЦСКА». Здесь же вы можете узнать последние результаты главных чемпионатов и главных турниров Европы и мира. Ну и главное, здесь же еще и проводятся очень приятные конкурсы для подписчиков. Так что проходите по ссылочке в описании на телеграм-канал «Футбольное обозрение», подписывайтесь и будьте в курсе всех последних новостей. Ну а мы переходим к командам. Итак, я считаю, что в этой встрече фаворитом будет «Зенит». На своем поле действующий чемпион, который сейчас набрал сумасшедшую форму и идет на серии из шести побед подряд, ну они будут фаворитами, объективно говоря. Однако, на мой взгляд, Краснодар может попытаться здесь дать бой своему грозному оппоненту. И давайте разберемся за счет чего. Итак, во-первых, «Быки» — это команда, которая, на мой взгляд, имеет у себя в распоряжении лучшего тренера-персональщика Ивича. Что я имею в виду под тренер-персональщиком? Это наставник, который великолепно умеет готовиться к конкретному оппоненту и персонально готовиться к конкретному тренеру. И мы множество раз видели, как он тактически проигрывал своих соперников. Да, учитывая то, что в некоторых случаях Краснодар не имел преимущества в классе, а где-то не везло или еще что-то происходило, Ивич в итоге и его команда проигрывали. Но с точки зрения тактики Ивич всегда очень круто подстраивается под оппонента, чувствует их слабые стороны. Поэтому здесь, в тактической дуэли, Краснодар может стать очень опасным конкурентом, тем паче, что сейчас Краснодар несколько изменил свой формат игры. Раньше Краснодар был крайне ортодоксальной командой, которая выбрала свою тактику, и ее практически не меняют. То есть это всегда владение, контроль, и нет другого варианта игры в принципе. Сейчас при Ивиче команда балансирует с разными расстановками, разными форматами, разными стратегиями, и вполне себе допустим тот вариант, при котором Краснодар, тем более на выезде против Зенита, будет играть вторым номером и будет использовать максимально неудобную тактику для Зенита. Поэтому здесь, на мой взгляд, будет вот такое преимущество на стороне быков. Также отметим, что сейчас, на мой взгляд, у Краснодара есть перевес на некоторых позициях. Это вратарская зона, потому что у Зенита вот казалось в какой-то момент, что Адамов станет основным, кстати, бывший галкипер Краснодара, между прочим. Но вот сейчас и по нему появляются вопросы. В общем, сложная ситуация с галкиперами встанем вот как раз-таки Санкт-Петербургского клуба. А вот у Быков все понятно, Сафоныч, звезда, Сафоныч, один из лидеров клуба. Да, у него тоже бывают неудачные встречи, но, понимаете, ошибки и у Акинфеева бывали, и у Нойера, и у Кассилиса с Буфоном, но уровень никто не оспаривал этих галкиперов. Вот и Сафоныч. Это глыба уже, на мой взгляд, которая в этом матче может показать себя. Также отметим оборону. Защита Зенита, мягко говоря, нестабильна, мягко говоря, неоднозначно выглядят некоторые исполнители. Плюс к этому, некоторые выпали из-за травм, как Марио Фернандес тот же самый. И вот здесь Краснодар с их защитной линией смотрится, наверное, посолидней. У Быков очень крутая оборона. Тормену великолепное приобретение. Алонсо по уровню, даже не знаю, возможно, лучший центральный защитник и РПЛ по текущему сезону вместе с Тормену тем же самым. На флангах тоже, ребята, интересные. Оласо, тот же самый Волков. В общем, оборона у Краснодара стабильнее, понятнее, наверное, сыграннее уже даже, сильнее. Плюсы на их стороне. Что касается нападения, в целом атакующая группа Зенита мне нравится больше, но вот именно центр-форвард у Краснодара сильнее, потому что Кордуба, при всем уважении к другому Латиносу, Кассьерри, это футболист немножко другого масштаба. Кордуба вообще, на мой взгляд, так-то по-хорошему, чуть ли не главная звезда нашего чемпионата. Футболист, который долгое время считался будущей звездой европейского масштаба, выступал в больших чемпионатах, но травмы ему помешали раскрыться полностью. Тем не менее, для нашей лиги Кордуба это настоящая находка, поэтому здесь в центре нападения тоже преимущество будет у Быков. Ну и знаете, мне кажется, что определенный психологический перевес будет на стороне Краснодара, потому что, во-первых, сейчас они на первом месте, то есть здесь, ну так скажем, Зенит должен что-то показывать и отыгрывать вот этот отрыв, что уже делает Краснодар немножко в более выигрышном положении. Краснодар голоднее до побед. Краснодар это команда, которая здесь и сейчас очень хочет себя показать против Зенита. И поэтому здесь голодный и злой Краснодар против Зенита, который все-таки присытился трофеями, может оказаться вот именно ярче, злее и эффективнее. Тем более, что Краснодар вот именно в больших матчах чаще всего и показывает всю свою мощь. У них бывают осечки в необязательных ситуациях с не самыми крутыми оппонентами. Но вот в больших встречах Краснодар почти всегда показывает классный футбол. Ну а что касается Зенита. Зенит играет дома. Зенит выиграл шесть матчей подряд, набрал сумасшедшую форму. Зенит, наверное, будет посвежее, потому что матчи Кубка России, которые недавно проходили, ну, как бы вам сказать, Краснодар там использовал не самую основную обойму. Но при этом Зенит использовал еще менее основную обойму, поэтому Зенит тратил меньше сил на Кубок, в отличие от Быков. И, возможно, сейчас в этом плане Зенит находится в лучшем состоянии. К тому же, если мы посмотрим последние матчи Зенита, но Зенит играл настолько в полноги, при этом добиваясь результата, что, мне кажется, сейчас, если они включатся на 100%, возможно, мы увидим вообще совершенно другую команду. То есть запас сил у Зенита сумасшедший. Мне кажется, это может стать серьезным плюсом. Также у Зенита сильнее состав в полузащите и атакующей группе. То есть средняя линия с Венделлом и Байосом. При всем моем уважении к Черникову, Кривцову там и Сперцану, хотя он, скорее, атакующий, но тем не менее. Мне кажется, центр поля Зенита уж слишком хорош. Как и атакующая группа Зенита с Клаудинью и остальными. И вот этими сумасшедшими бровками, сумасшедшим Дугласом Сантосом на левом фланге, который формально-то может и левый защитник или левый латераль. Но по факту, такой, знаете, скрытый плеймейкер. Вот такие вот дела. Поэтому креативная группа у Зенита, мне кажется, даже посильнее, чем у Краснодара. Хотя и у Быков она хороша. У Зенита намного глубже состав. У них сумасшедший резерв, который можно использовать по ходу встречи. У Зенита очень атлетичный состав. У них средний рост исполнителей выше, чем у Краснодара. И стандарты могут стать ключиком к воротам Быков. Ну и немаловажный факт, это то, что Зенит в личных встречах очень неплохо выглядит против Краснодара в последнее время. Так что здесь можно рассчитывать на удачный результат для Санкт-Петербуржцев, которых я считаю фаворитами. Но, как я уже сказал, Краснодар с Ивичем великолепно умеет готовиться к конкретным соперникам. Так что матч будет очень интересным.